Сигаловада сутта. Беседа с сигалой. Дик Ханикая, 31. Встреча с сигалой. Так я слышал, однажды благословенный жил в бамбуковой роще, заповеднике Белок, около Раджаграхи. В то время молодой сигала, сын домохозяина, поднявшись рано утром, выйдя из Раджаграхи с влажной одеждой и влажными волосами, поклонялся соединенными вместе руками различным сторонам света, востоку, югу, западу, северу, надиру и зениту. Тогда благословенный, одевшись в предполуденное время, взял чашу и одежду и вошел в Раджаграху за милостыней. Там он увидел молодого сигалу, поклоняющегося таким образом. И так его спросил, почему вы, молодой домохозяин, поднявшись рано утром, выйдя из Раджаграхи с влажной одеждой и влажными волосами, поклоняетесь соединенными вместе руками различным сторонам света, востоку, югу, западу, северу, надиру и зениту? — Господин! Мой отец при смерти сказал мне, шести сторонам света, дорогой сын, ты должен поклоняться. И я, господин, уважая, чтя, почитая и соблюдая слово моего отца, поднимаюсь рано утром и, выйдя из Раджаграхи с влажной одеждой и влажными волосами, поклоняюсь соединенными вместе руками этим шести сторонам света. Молодой домохозяин, в учении благородных шести сторонам света нужно поклоняться иначе. — Как же, господин, нужно поклоняться шести сторонам света в учении благородных? — Было бы хорошо, господин, если благословенный преподал бы мне учение, рассказывающее, как нужно поклоняться шести сторонам света в учении благородных. — Хорошо, молодой домохозяин, слушайте и хорошо запоминайте. — Я расскажу, прекрасно, господин, — отвечал молодой сигала. Четырнадцать порочных факторов. И благословенный говорил так. Молодой домохозяин, ввиду того, что благородный ученик, первое, искоренил четыре порока в поведении, второе, поскольку он не совершает никаких порочных действий четырьмя способами, третье, поскольку он не занимается шестью каналами растраты богатства, он таким образом, избегая этих четырнадцати порочных вещей, охватывает шесть сторон света и вступает на путь, ведущий к победе в обоих мирах. Его одобряют в этом мире и в том мире. После разрушения тела, после смерти, он рождается в счастливом небесном царстве. Первое. Четыре порока в поведении. Каковы четыре порока в поведении, которые он искоренил? Домохозяин. Первое. Уничтожение жизни. Это порок. Второе. А также кража. Третье. Прелюбодеяние. Четвертое. И ложь. Таковы четыре порока, которые он искоренил. Так сказал благословенный. И когда господин так сказал, он добавил. Убийство, кража, ложь и прелюбодеяние. Эти четыре порока, мудрые, никогда не хвалят. Второе. Четыре способа несовершения порочных действий. Какими четырьмя способами он не совершает никаких порочных действий? Первое. Он не совершает зла под влиянием желания. Второе. Он не совершает зла под влиянием злости. Третье. Он не совершает зла под влиянием невежества. Четвертое. Он не совершает зла под влиянием страха. Но поскольку благородный ученик не подвержен влиянию желания, гнева, невежества и страха, он не совершает никакого зла. Так сказал благословенный. И когда господин так сказал, он добавил. Кто из-за желания, ненависти или страха, или невежества нарушает харму, вся его слава угасает, как луна на ущербе. Кто из-за желания, ненависти или страха, или невежества, никогда не нарушает харму. Вся его слава постоянно увеличивается, как растущая луна. Третье. Шесть каналов рассеивания богатства. Каковы шесть каналов для рассеивания богатства, которыми он не занимается? Первое. Злоупотребление опьяняющими веществами, которые вызывают зависимость и беспечность. Второе. Гуляние на улицах в неподходящее время. Третье. Частое посещение театральных зрелищ. Четвертое. Злоупотребление азартными играми, вызывающие беспечность. Пятое. Связь с порочными товарищами. Шестое. Привычка к безделью. Первое. Последствия пьянства. Есть молодой домохозяин. Такие шесть порочных последствий в злоупотреблении, опьяняющими веществами, которые вызывают зависимость и беспечность. Потеря богатства, увеличение ссор, подверженность болезням, приобретение порочной репутации, непристойное обнажение тела, ослабление интеллекта. Второе. Последствия прогулок в неподходящее время. Есть молодой домохозяин. Такие шесть порочных последствий в гулянии на улицах в неподходящее время. Он сам незащищен и неохраняем. Его жена и дети незащищены и неохраняемы. Его имущество незащищено и неохраняемо. Он подозревается в порочных делах. Про него распространяют ложные слухи. Он встречается со многими неприятностями. Последствия частого хождения на представление. Есть молодой домохозяин. Такие шесть порочных последствий частого посещения театральных зрелищ. Он постоянно думает. Где сейчас танцы? Где сейчас пение? Где сейчас музыка? Где сейчас декламация? Где сейчас игра на цимбалах? Где сейчас дутье горшков? Последствия увлечения азартными играми. Есть молодой домохозяин. Такие шесть порочных последствий злоупотребления азартными играми. Победитель вызывает ненависть. Проигравший горюет о потерянном богатстве. Потеря богатства. На его слово не полагаются в суде. Его презирают друзья и партнеры. Он не имеет спроса, как жених. Потому что люди говорят, что он игрок и не подходит для того, чтобы заботиться о жене. Последствия дружбы с порочными людьми. Есть молодой домохозяин. Такие шесть порочных последствий. Связи с порочными товарищами. А именно, когда любой игрок, любой распутник, любой алкоголик, любой жулик, любой обманщик, любой хулиган, его друг и товарищ. Последствия привычки к безделью. Есть молодой домохозяин. Такие шесть порочных последствий в привычке к безделью. Он совсем не работает, говоря, что слишком холодно, что слишком жарко, что слишком поздно, что слишком рано, что он очень голоден, что он очень наелся. Живя таким образом, он оставляет много обязанностей невыполненными, не приобретая нового богатства, а богатство, которое он уже приобрел, истощается. Так сказал благословенный. И когда господин, так сказал, он добавил. Он друг по бутылке. Он говорит, друг, друг, только лицом к лицу. Он друг и партнер только тогда, когда это выгодно. Поздний сон, прелюбодеяние, раздражительность, недоброжелательность, порочные товарищи, жадность. Эти шесть причин разрушают человека. Человек, у которого порочные товарищи и друзья, склонен к порочным путям. Его ждет крах в обоих мирах, в этом и в следующем. Кости, женщины, алкоголь, танцы, пение, сон днем, гуляние в неподходящие часы, порочные товарищи, жадность. Эти девять причин разрушают человека. Кто играет в кости и пьет опьяняющие напитки, ходит к женщинам, которые дороги другим, как жизнь, общается с низкими людьми, а не со старшими. Он убывает, как луна на ущербе. Кто пьян, беден, нищ, никак не может напиться, часто посещает бары, тонет в долгах, как камень в воде, быстро приносит дурную славу своей семье. Кто по привычке спит днем и бодрствует допоздна, всегда пьян и распущен, непригоден для ведения жизни домохозяина. Кто говорит, что слишком жарко, слишком холодно, слишком поздно и оставляет дела невыполненными, мимо того, проходят хорошие возможности. Но тот, кто обращает на холод или жару не больше внимания, чем на стебелек травы и мужественно выполняет свои обязанности, не упускает удачи. Характеристики друзей и врагов Четыре недруга Молодой домохозяин следующих четырех нужно знать как врагов в облике друзей. Первое. Того, кто присваивает имущество друга. Второе. Того, кто помогает только на словах. Третье. Того, кто льстит. Четвертое. Того, кто приводит к краху. Первое. Расчетливый. Четырьмя способами молодой домохозяин нужно знать как врага в облике друга, того, кто присваивает имущество. Он присваивает богатство своего друга. Он дает немного и просит много. Он выполняет свои обязанности из страха. Он общается ради собственного блага. Второе. Болтун. Четырьмя способами молодой домохозяин нужно знать как врага в облике друга того, кто помогает только на словах. Он делает дружеские заверения в том, что касается прошлого. Он делает дружеские заверения в том, что касается будущего. Он старается завоевать расположение пустыми словами. Когда появляется возможность помочь, он говорит, что не может. Третье. Листец. Четырьмя способами молодой домохозяин нужно знать как врага в облике друга того, кто льстит. Он одобряет порочные дела своего друга. Он не одобряет хороших дел своего друга. Он хвалит его в его присутствии. Он ругает его в его отсутствии. Четвертое. Распутник. Четырьмя способами молодой домохозяин нужно знать как врага в облике друга того, кто приводит к раху. Он товарищ в злоупотреблении опьяняющими веществами, которые вызывают зависимость и беспечность. Он товарищ в гулянии на улицах в неподходящие часы. Он товарищ в частом посещении театральных зрелищ. Он товарищ в злоупотреблении азартными играми, которые вызывают беспечность. Так сказал благословенный. И когда господин так сказал, он добавил друг, друг, который присваивает имущество, друг, который помогает только на словах, друг, который льстит, друг, который приводит к краху. Этих четырех мудрые считают врагами. Избегай их издалека, как опасные пути. Четыре друга. Молодой домохозяин следующих четырех нужно знать, как участливых друзей. Первое. Кто помогает? Второе. Кто остается таким же в счастье и в горе? Третье. Кто дает хороший совет? Четвертое. Кто сочувствует? Первое. Надежный друг. Четырьмя способами молодой домохозяин нужно знать того, кто помогает, как участливого друга. Он охраняет беспечных. Он защищает богатство беспечных. Он дает убежище, когда вы в опасности, когда он что-то обязан, он дает вдвое больше. Верный друг. Четырьмя способами молодой домохозяин нужно знать, как участливого друга того, кто остается тем в счастье и в горе. он раскрывает свои тайны, он хранит ваши тайны, он не оставляет в беде, он готов пожертвовать своей жизнью ради вас. Мудрый друг. Четырьмя способами молодой домохозяин нужно знать, как участливого друга того, кто дает хороший совет. Он удерживает от совершения зла, он поощряет делать добро, он сообщает о том, что вам неизвестно, он указывает путь к небесам. искренний друг. Четырьмя способами молодой домохозяин нужно знать, как участливого друга того, кто симпатизирует. Он не радуется при вашей неудаче, он радуется вашему процветанию, он не дает другим плохо говорить о вас, он хвалит тех, кто хорошо отзывается о вас. Так сказал благословенный и когда господин так сказал, он добавил друг, который помогает, друг в счастье и в горе, друг, который дает хороший совет и друг, который сочувствует, эти четырех мудрые считают своими друзьями и преданно о них заботятся, как заботится мать о своем ребенке. Мудрые и добродетельные сияют, как пылающий огонь. Тот, кто приобретает богатство, не причиняя вреда, похож на пчелу, собирающую мед. Богатства растут у него быстро, как муравейник. Приобретя богатство таким образом, мирянин, подходящий для жизни домохозяина, делит свое богатство на четыре части. Так, он завоюет дружбу, одну часть он использует для своих потребностей, две части тратит на свое дело, а четвертую сохраняет на случай нужды. Обязанности в социуме Охват шести сторон света И как молодой домохозяин, благородный ученик охватывает шесть сторон света? Вот, что нужно считать шестью сторонами света. Первое, родителей нужно считать востоком. Второе, учителей югом. Третье, жену и детей западом. Четвертое, друзей и партнеров севером. Пятое, слуг и работников надиром. Шестое, отшельников и броминов зенитом. Первое, обязанности детей и родителей. Пятью способами молодой домохозяин ребенок должен служить своим родителям как востоку. Я буду поддерживать их, поддержавших меня. Я буду выполнять их обязанности. Я буду сохранять семейную традицию. Я буду стараться быть достойным своего наследства. кроме того, я буду раздавать милостыню в память моих умерших родственников. Пятью способами молодой домохозяин, родители, которым дети служат как востоку, проявляют свое сочувствие к детям. Они удерживают их от порока. Они поощряют их делать добро. Они обучают их профессии. Они устраивают подходящий брак. В надлежащее время они вручают им их наследство. Этими пятью способами дети служат своим родителям как востоку и родители проявляются сострадания к своим детям. Так они охватывают восток, делая его безопасным и надежным. Второе обязанности учеников и учителей. Пятью способами молодой домохозяин ученик должен служить учителю как югу, вставая с места в приветствии, заботясь о нем, рвением учиться, собственными услугами, почтительным вниманием при обучении. Пятью способами молодой домохозяин учителя, которым так служат как югу их ученики, проявляют свое сострадание. Они обучают их самому лучшему. Они следят за хорошим усвоением знаний. Они обучают их искусством и наукам. Они знакомят их с друзьями и партнерами. Они обеспечивают их безопасность повсюду. такими пятью способами учителя, которым так служат как к югу их ученики, проявляют свое сострадание к ним. Так они охватывают юг, делая его безопасным и надежным. Третье обязанности супругов. Пятью способами молодой домохозяин должен муж служить жене как западу, быть вежливым с ней, не презирать ее, быть верным ей, передавать ей полномочия, обеспечивая ее украшениями. Жена, которой ее муж так служит как западу, проявляет сострадание к своему мужу пятью способами. Она хорошо исполняет свои обязанности. Она гостеприимна к родственникам и окружающим. Она верна. Она сберегает то, что он приносит. Она искусна и трудолюбива в исполнении своих обязанностей. этими пятью способами жена проявляет сострадание к своему мужу, который служит ей как западу. Так он охватывает запад, делая его безопасным и надежным. Четвертое. Обязанности друзей. Пятью способами молодой домохозяин должен член рода служить своим друзьям и партнерам как Северу. С щедростью, вежливой речью, быть полезным, быть беспристрастным, искренностью. Друзья и партнеры, которым член рода так служит как Северу, проявляют к нему сострадание пятью способами. Они защищают его, когда он беспечен. Они защищают его имущество, свойства, когда он беспечен. Они дают убежище, когда он в опасности. Они не оставляют его в беде. Они оказывают внимание его семье. Такими пятью способами друзья и партнеры, которым член рода так служит, как Северу, проявляют к нему сострадание. Так он охватывает Север, делая его безопасным и надежным. Пятое. Обязанности работников и хозяев. Пятью способами должен хозяин служить своим слугам и работникам как Надиру, назначая им работу согласно их способностям, обеспечивая их пищей и заработной платой, ухаживая за ними в болезни, делясь с ними любимыми лакомствами, время от времени предоставляя им отпуск, слуги и работники, которым их хозяин так служит, как Надиру, проявляют свое сострадание к нему пятью способами. Они поднимаются раньше него. Они ложатся спать после него. Они берут только то, что им дают. Они хорошо исполняют свои обязанности. Они поддерживают его доброе имя и славу. Такими пятью способами служащие и работники, которым их хозяин служит как Надиру, проявляют к нему свое сострадание. Так он охватывает Надир, делая его безопасным и надежным. Шестое. обязанности мирян и духовных. Пятью способами молодой домохозяин должен служить отшельникам и броминам как зениту. Приятными делами, приятными словами, приятными мыслями, держа дом открытым для них, обеспечивая их материальные потребности. Отшельники и бромины, которым домохозяин так служит как зениту, проявляют к нему свое сострадание шестью способами. Они удерживают его от порока. Они убеждают его делать добро. Они добросердечно любят его. Они побуждают его услышать то, чего он не слышал. Они разъясняют то, что он уже слышал. Они указывают путь к небесному состоянию. Такими шестью способами отшельники и бромины проявляют свое сострадание к домохозяину, который служит как зениту. Так он охватывает зенит, делая его безопасным и надежным. Так сказал благословенный. И когда господин так сказал, он добавил мать мать и отец восток учителя юг жена и дети запад друзья и партнеры север слуги и работники надир отшельники и бромины зенит кто пригоден для того чтобы вести жизнь домохозяина должен приветствовать эти шесть сторон света кто мудр и добродетелен мягок и сообразителен скромен и ответственен тот может достичь почестей кто энергичен и не ленив непоколебим в беде безупречен в манерах и умен тот может достичь почести кто гостеприимен и дружественен щедр и бескорыстен руководитель учитель лидер тот может достичь почести великодушие приятная речь полезность другим беспристрастность ко всем как того требует ситуация с помощью этих четырех побеждающих путей движется мир как с помощью чеки колеса едет колесница если их нет в мире ни мать ни отец не получает уважение и почтение от своих детей так как мудрые высоко ценят эти четыре побеждающих пути то они достигают славы и по праву получают похвалу когда благословенный так сказал сигала молодой домохозяин сказал так превосходно господин превосходно как будто кто-то поставил прямо то что было опрокинуто или показал то что было скрыто или указал путь тому кто сбился или поднес лампу среди темноты чтобы те кто имеют глаза могли видеть так благословенный различными способами объяснил учение я принимаю убежище господин в будде тхарме и сангхе пусть благословенный примет меня как мирского последователя как того кто принял убежище с этого самого дня до конца жизни